Книга «Открытым оком» Автор Игнатий Тихонович Лапкин Мы продолжаем наше чтение Пособия по беседе с людьми различных убеждений Урок номер 10 Я не могу довести дело до конца Я так боюсь неудач 1 Петра 5 глава 7-10 стих Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас Бог же всякой благодати, призывавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе Сам по кратковременном страдании вашим Да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми Ивангелие от Иоанна 10 глава 28 по 29 стих И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего 2 Тимофея 1 глава 12 стих По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день Если человек надеется сам на свои силы, и как принято в восточных религиях, они сами себя убеждают, что они сильны и могут все, им дана власть и в природе, и в духовном мире Но мы говорим, что мы сильны только с Господом нашим Христом Без Него мы даже нет ни ничто, а просто нуль, пустота и меньше того Исайя 41 глава 10 по 13 стих Не бойся, ибо я с тобою Не смущайся, ибо я Бог твой Я укреплю тебя и помогу тебе И поддержу тебя, десницу правды моей Вот в стыде, в посрамлении останутся все Раздраженные против тебя Будут как ничто и погибнут, припирающиеся с тобою Будешь искать их, и не найдешь их В раздующих против тебя Борющиеся с тобою будут как ничто Совершенно ничто Ибо я Господь Бог твой И держу тебя за правую руку твою Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе Книга Иуды, 1 глава, 24 стих Послание Иуды Могущим уже соблюсти вас от падения И поставить пред славою Свою непорочным в радости 2 Паралипоминон, 32 глава, 7 по 8 стих Будьте тверды и мужественны Не бойтесь и не страшитесь Старя Ассирийского И всего множества, которые с ним Потому что с нами более неже с ним С ним мышцы плоская А с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам И сражаться на браних наших И подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского Римлянам, 14 глава, 4 стих Кто ты, осуждающий чужого рыба? Перед своим гоством Стоит он Или падает И будет восставлен Ибо силен Бог Восставить его 2 Фессалоникийцам, 3, 3 Но верен Господь, который утвердит вас И сохранит от лукавых 7 оправдание Мое занятие Не позволит мне быть христианином Иначе мне придется бросить свое занятие Матфея, 16, 26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир А душе своей повредит Или какой выкуп даст человек за душу свою Если эта работа ведет к нарушению Слова Божия И если она уводит тебя от святости, от Христа То сию же минуту брось ее Стоит ли это того, чтобы держаться за такую мелочь, как работа И потерять наиценнейшее расположение Христа к себе? Матфея, 6 глава, 32 по 34 стих Потому что всего этого ищут язычники И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его И это все приложится вам Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне Ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем Довольно для каждого дня своей заботы Матфея, 16 глава, 24 по 27 стих Тогда Иисус сказал ученикам Своим Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 21 стих, 34 по 36 стих И сказал им притчу У одного богатого человека был хороший урожай в поле И он лучше сдал сам с собою Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих И сказал Вот что сделаю Сломаю житницы мои и построю большие И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое И скажу душе моей Душа, много добра лежит у тебя на многие годы Покойся, ешь, пей и веселись Но Бог сказал ему Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет Посмотрите на воронов Они не сеют и не жнут Нет у них ни хранилищ, ни житниц И Бог питает их Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить в себе роста, хотя и на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Евангелие от Луки, 16 глава, 24 по 26 стих И воззапив сказал Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде И прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сен Но Авраам сказал Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей А Лазарь злое Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут Так же и оттуда к нам не переходят Восьмое, восьмая отговорка Слишком от многого мне придется отказаться Матфея, 16, 26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Послание филиппийцам, 3 глава, 7 по 8 стих Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа В Салом, 15 глава, 11 стих Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек Псалом, 83, 11 стих Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия Как велика любовь Божия к вам, и по вашему мнению, насколько она велика? Евангелие от Иоанна 3, 16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Как тщетно то, что мы пытаемся удержать при себе Евангелие от Луки, 12 глава, 16 стих 21 стих Мы это прочитали притчо о Лазаре 1 Иоанна 2 глава, 17 стих И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек Девятая отговорка Я боюсь своих безбожных товарищей Я боюсь потерять своих друзей Такие два варианта от товарищей Так зовите их с собой ко Христу Лоту ангел указал путь, куда уже его товарищи на смешники не могли прийти никогда Бытие, 19 глава, 17 стих Когда же вывели их вон, то один из них сказал Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности всей Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть Иоанн Глятуан, 21 глава, 23 стих И Иисус говорит ему Три точи Что тебе до того, ты иди за мною Притча, 29 глава, 25 стих Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен Притча, 13 глава, 20 стих Желания, исполнившиеся, приятны ли души, но не сносно для глупых уклоняться от зла Каждое место указано здесь от шлифуйте до блеска, ибо это меч Господень изножен Если вы, призванный, уже познали сладость молитвы и шествие за Господом, то для чего вам туда, где воют волки? Ты уже овца, а они хищники, ты погибнешь непременно от них Матфея, 10 глава, 16 стих Вот, я посылаю вас, как овец среди волков Итак, будьте мудри, как змеи, и просты, как голуби Псалом 1.1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых И не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей 1 Иоанна 1.3 О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом Десятая отговорка Жизнь христиан слишком скорбная и тяжелая Матфея, 11 глава, 30 стих Ибо иго мое благо и бремя мое легко Притча 3.17 Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные Поговорите на чистоту откровенно Что дает безбожество им и что дает христианство, вера в Спасителя По любому пункту покажите, что у них все грязь, всюду неверность, везде изменная корысть Притча 13.15 Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти Жизнь во Христе уцеломудривает и взаимоотношения со всеми И ты не мусор в реке по течению сносимой, но ты личность, ты даже здесь на земле уже не похож на эту серую массу манкуртов безголовых руководителей 1.1.5.3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие Псалом 15.11 Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек 11.11. Моё сердце слишком жестоко Иезекииле, 36 глава, 26 по 27 стих И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам в сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать И выполнять Посмотрите, как ведут себя захватчики, какие они бешеные и неукротимые Ну вот он попадает в плен, и уже порошеньки от прежнего нет Куда что подевалось Надо вновь родиться свыше, и тогда новое сердце, новые взаимоотношения со всеми даст Господь Так что ты сам себя не узнаешь И будут спрашивать, это тот самый или другой? Иоанна, 9, 9 Иные говорили, это он, а иные похож на него Он же говорил, это я Прочитайте историю обращения Савла В какого апостола он превратился, из льва стал ягненком Деяне, 9 глава Двенадцатая отговорка Но у меня нет никаких чувств Все чувства дает Дух Святой Ефесянам 1, 13 В нем и вы, услышав Слово Истины, благовоествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом Деяние 5, 32 Свидетель ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему Матфея 10, 32-33 стих Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того, и Я перед Отцом Моим Небесным Исайя 55, 7 стих Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу и помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилствует Деяние 16, 31 стих Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешь и ты, и весь дом твой Откровение 22, 17 стих И Дух, и Невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром Тринадцатая отговорка Я ищу Христа, но не могу найти Его Иеремия 29, 12-13 стих И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас И взыщите Меня, и найдете, если взыщите Меня, всем сердцем ваш Евангелие от Луки, 15-7 стих Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели от девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии Матфея 18, глава 11 стих Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие Исайя 55, глава 7 стих Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив Иоанна 5, глава 44 стих Четвертая, 14-я отговорка Бог меня не примет, я упустил благодатное время, я совершил непростительный грех Иоанн Глятуана, 6, глава 37 стих Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон Иоанн Глятуана, 3, глава 16 стих Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Исайя 1, 18 Тогда придите, и рассудим, говорит Господь Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю Деяние 10, глава, строк 3 стих О нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его Евреям, 6, глава, 4, пушистый стих Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного И соделавшихся причастниками Духа Святого И вкусивших благого глагола Божия И сил будущего века И отпадших опять обновлять покаянием Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему Матфея, 12, глава, 31 по 32 стих Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком А хула на Духа не простится человеком, если кто скажет Слово на Сына Человеческого простится Ему Если же кто скажет на Духа Святого не простится Ему ни в семь веке, ни в будущем 15-я отговорка Уже слишком поздно 2 Коринфянам 6, 2 Ибо сказано Во время благоприятное я услышал тебя И в день спасения помог тебе Вот теперь время благоприятное Вот теперь день спасения Ивангелие от Луки, 23 глава, 39 по 43 стих Один из повешенных злодеев засловил его и говорил Если ты, Христос, спаси себя и нас Другой же, напротив, унимал его и говорил Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли А он ничего худого не сделал И сказал Иисусу Помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое И сказал ему Иисус И истинно говорю тебе Ныне же будешь со мною в раю Второе Петра, 3, 9 Не медлит Господь исполнением обетования Как некоторые почитают, то медленнее Но долго терпит нас Не желая, чтобы кто погиб Но чтобы все пришли к покаянию Откровение, 22 глава, 17 стих И дух, и невеста говорят Приди, прииди И слышавший да скажет Прииди Жаждущий пусть приходит И желающий пусть берет воду жизни даром Второзаконие, 4 глава, 30 по 31 стих Когда ты будешь в скорби И когда все это постигнет тебя в последние последствия времени То обратись к Господу, Богу Твоему И послушаешь глаза Его Господь Бог Твой есть Бог благей и милосердный Он не оставит тебя и не погубит тебя И не забудет завета с отцами Твоими Который Он клятвы утвердил им Исайя, 1 глава, 15 по 18 стих И когда вы простираете руки ваши Я закрываю от вас очи мои И когда вы умножаете моления ваши Я не слышу Ваши руки полны крови Омойтесь, очиститесь Удалите злые деяния ваши от очей моих Перестаньте делать зло Научитесь делать добро Ищите правды Спасайте угнетенного Защищайте сироту Вступайте за вдову Вступайте за вдову Тогда придите и рассудим Говорит Господь Если будут грехи ваши Как багряные Как снег убелю Если будут красны Как пурпур Как волну убелю 16. Вопрос Как поступать с теми Кто обольщает себя ложными надеждами 1 Царств 16 глава, 7 стих Но Господь сказал Самуилу Не смотри на вид его И на высоту роста его Я отринул его Я смотрю не так, как смотрит человек Ибо человек смотрит на лице А Господь смотрит на сердце Евреям 11 глава, 6 стих А без веры угодить Богу невозможно Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал Что он есть И ищущим его воздает Деяние 24 глава, 25 стих И как он говорил о правде О воздержании И о будущем суде То Феликс пришел в страх и отвечал Теперь пойди А когда найду время Позову тебя Иоанна 6 глава, 29 стих Иисус сказал им в ответ Вот дело Божие Чтобы вы веровали В того, кого он послал Иоанна 16 глава, 9 стих В грехе, что не веруют в меня Иоанна 3 глава, 36 стих Верующий в сына имеет жизнь вечную А неверующий в сына не увидит жизни Но гнев Божий пребывает на нем Евреям 10 глава, 28 по 29 стих Если отвервшийся закона Моисеева При двух или трех свидетелях Безмилосердия наказывается смертью То скольтик чайшему думаете Наказанию повинен будет тот Кто попирает сына Божий И не почитает за святыню кровь завета Которую освящен И духа благодати оскорбляет Деяние 4, 12 Ибо нет другого имени под небом Данного человеком Которым надлежало бы нам спастись Иеремия 33, 3 Воззови ко мне И я отвечу тебе Покажу тебе великое и недоступное Чего ты не знаешь Бог слишком добр Чтобы кого-то осудить на вечное мучение Отговорка такая Отвечаем на эту отговорку Иеремия 7, 16 Ты же не проси за этот народ И не возноси за них молитвы и прошения И не ходатайствуй передо мною Ибо я не услышу тебя Иезекииле 33, 11 Скажи им Живу я, говорит Господь Бог Не хочу смерти грешника Но чтобы грешник обратился от пути своего И жив был Обратитесь Обратитесь от злых дел От злых путей ваших Для чего умирать вам, дом Израилев? Римлянам 2, 24 Ибо ради вас, как написано, имя Божьих у лиц и у язычников Ивангелет Иоанна, 8 глава, 21 по 24 стих Опять сказал им Иисус Я отхожу И будете искать меня И умрете во грехе вашем Куда я иду, туда вы не можете прийти Тут иудеи говорили Неужели он убьет сам себя? Что говорит, куда я иду, вы не можете идти Прийти Он сказал им Вы от нижних, я от вышних Вы от мира сего, я не от всего мира Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших Ибо если не уверуете, что это я То умрете во грехах ваших Ивангелет Иоанна, 5 глава, 40 стих Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы уметь жизнь 2 Петра, 3 глава, 9 по 11 стих Не медлит Господь исполнением обетования Как некоторые почитают, то медленнее Но долго терпит нас Не желая, чтобы кто погиб Но чтобы все пришли к покаянию Придет же день Господень, как тать ночью И тогда небеса с шумом придут Стихи же, разгоревшись, разрушатся Земля и все дела на ней сгорят Если так все это разрушится То какими должно быть в святой жизни И благочестие вам 2 Петра, 2 глава, 4 по 9 стих Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил Но связав узами адского мрака Предал блюсти на суд для наказания И если не пощадил первого мира, но в восьми душах Сохранил семейство Ноя Пропроведника правды, когда навел потоп на мир нечестивых И если города Содомские и Гоморские Осудив на истребление, превратил в пепел Показав пример будущим нечестивцам А праведного лота, утомленного обращения между людьми Нистово развратными избавил Ибо сей праведник, живя между ними Ежедневно мучился в праведной душе Видя и слыша дела беззаконные То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания Евангелие от Луки, 13 глава, 3 стих Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете Галатам 6, 7 Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает Что посеет человек, то и пожнет О Боге и его всепрощении, о его милости мы не знаем ничего, кроме того, что об этом сказано в Библии Все остальное люди сами придумывают по дерзости ума своего 18. Я попробую быть христианином Какой дадим на это ответ? Иоанна 1, 12 А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими Диане 16, 31 Они же сказали Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой Не пробовать, а довериться Христу необходимо Откровение 2, 10 Не бойся ничего, что тебе надо, но будет претерпеть Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас И будете иметь скорбь дней десять Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни Римлянам 3, 23-25 Потому что все согрешены и лишены славы Божьей, получая оправдание даром По благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и умилостивление в крови его через веру Для наказания правды его в прощении грехов, соделанных прежним 19-я отговорка Точнее, 19-я тема Я чувствую, что я приду на небо, что я буду спасен Евангелие от Иоанна, 3-я глава, 36-й стих Верующий в Сына имеет жизнь вечную А неверующий в Сына не увидит жизни Но гнев Божий пребывает на нем Евангелие от Луки, 18-я глава, с 9-й по 14-й стих Сказал также к некоторым Которые уверены были о себе, что они праведны И уничижали других Следующую притчу Два человека вошли в храм помолиться Один фарисей, а другой мытрь Фарисей, став, молился за себе так Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди Грабители, обидчики, прелюбодеи Или как этот мытрь Пощусь два раза в неделю Даю десятую часть из всего, что приобретаю Мытрь же, стоя вдали Не смел даже поднять глаз на небо Но ударяя себя в грудь, говорил Боже, будь милостив ко мне, грешнику Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом Свой более, нежели тот Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет А не унижающий себя возвысится 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих Или не знаете, что неправедные Царствия Божие не наследуют? Не обманывайтесь Ни блудники, ни доуслужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни Мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божие не наследуют И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего 1 Иоанна, 2 глава, 28 по 29 стих Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постадиться перед Ним в пришествии Его Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него 1 Иоанна, 5 глава, 4 по 5 стих Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир И сия есть победа, победивший мир, вера наша Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий Сюда относятся и все, утверждающие, что они спасены, хотя ведут греховную жизнь и находятся в ересе и в секте Но вне церкви нет спасения никому 20 тема Отпавшие, беспечные Иеремия, 2 глава, 5, 32 стих Так говорит Господь Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дня Книга Осии, 14 глава, 2 по 5 стих Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему Ибо ты упал от нечестия твоего Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу Говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших Ассур не будет уже спасать нас Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделия рук наших Боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот Уврачу и отпадение их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них Книга Притчи, 14-14 Человек с разращенным сердцем насытится от путей своих А и добрый от своих Третье Царство, 11 глава, 9 стих Амос, 4 глава, 11 по 12 стих Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гамору И вы были выхвачены, как головня из огня И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь Посему так поступлю я с тобою, Израиль И как я так поступлю с тобою, ты приготовься к встретению Бога твоего, Израиль Евангелие от Луки, 15 глава, 13 по 17 стих По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону И там расточил имение свое, живя распутно Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране И он начал нуждаться И пошел, пристал к одному из жителей страны той А тот послал его на поля свои пасти свиней И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи Но никто не давал ему Придя же в себя, сказал Сколько наемников у отца моего Избыточествует хлебом А я умер от голода 21 тема Тем, которые скорбят о своем удалении и тоскуют, желая вернуться к Господу Иеремия, 3 глава, 12 по 13 стих И 22 стих Иди и провозгласи словастии к северу и скажи Возвратись, отступница дочь Израилева, говорит Господь Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь Не вечно буду негодовать Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего И распутствовала с чужими под всякими ветвистым деревом И огласа моего вы не слушали, говорит Господь Возвратитесь, мятежные дети Я исцелю вашу непокорность Вот, мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш Иеремия, 29 глава, 11 по 13 стих Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь Намерения во благо, а не на зло Чтобы дать вам будущность и надежду И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне И я услышу вас И взыщите меня, и найдете Если взыщите меня всем сердцем вашим Второзаконие, 4 глава, 28 по 31 стих И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими Из дерева и из камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то и найдешь его Если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени То обратись к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза его Господь Бог твой есть Бог благий и милосердный Он не оставит тебя и не погубит тебя И не забудет заветы с отцами твоими, которые он, клятвую, утвердил им 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 по 15 стих И смирится народ мой, который именуется именем моим И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих То я услышу с неба и прощу грехи их То я услышу с неба и прощу грехи их И исцелю землю их Ныне очи мои будут отверстия, и уши мои внимательны к молитве на месте сем 2 Паралипоменон, 15 глава, 4 стих Но когда они обратятся, но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу, Израилеву И взыщет его, он даст им найти себя Исайя, 43 глава, 23 по 25 стих Ты не приносил мне агнцев твоих во все сожжения, и жертвами твоими не чтил меня Я не заставлял тебя служить мне хлебными приношениями, и не отягощал тебя фемиамом Ты не покупал мне благовонные трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого И грехов твоих не помянул Исайя, 44 глава, 20 по 26 стих Он гоняется за пылью Обманутое сердце вело его в заблуждение И он не может освободить души свои и сказать Не обманлив в правой руке моей Помни это, Иаков и Израиль Ибо ты раб мой, я образовал тебя Раб мой ты, Израиль, не забывай меня И сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако Обратись ко мне, ибо я искупил тебя 1 Иоанна 9 1 Иоанна 9 по 10 стих Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас 1 Иоанна 2 глава 1 по 2 стих Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника Он есть умилостивление за грехи наши И не только за наши, но и за грехи всего мира Марка 16 глава 7 стих Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее Там и вы увидите, как он сказал вам Вот 22 тема Я слишком великий грешник Что нам говорит на это священное писание? Исания 1 глава 16 по 18 стих Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих Перестаньте делать зло, научитесь делать добро Ищите правды, спасайте угнетенного Защищайте сироту, вступайте за вдову Тогда придите и рассудим, говорит Господь Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю Если будут красные, как пурпур, как волну убелю Исайя 44 глава 23 стих И сглажу беззакония твои, как туман И грехи твои, как облако Обратись ко мне, ибо я искупил тебя Книга Иова 31 глава 33 по 34 стих Если бы я скрыл проступки мои, как человек Утаивав в груди мои пороки мои То я боялся бы большего общества И презрение одноплеменников страшило бы меня И я молчал бы и не выходил бы за двери 1 Иоанна 4 глава 14 стих И мы видели и свидетельствуем, что Отец Спасал Сына Спасителем Миру Исайя 43 глава 25 стих Я, я сам изглаживаю преступления твои Ради себя самого и грехов твоих не помину Исайя 53 глава 5 по 6 стих Но он изъявлен был за грехи наши И мучим за беззаконие наши Наказание мира нашего было на нем И ранами его мы исцелились Все мы блуждали, как овцы Совратились каждый на свою дорогу И Господь возложил на него грехи всех нас 1 Петра 2 глава 24 стих Он грехи наши сам вознес телом своим на древо Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды Раной моего вы исцелились Иоанна 1 глава 29 стих На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса И говорит Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира Деяния 10 глава 43 стих О нем все пророки свидетельствуют Что всякие верующие в него получат прощение грехов именем его Евреям 7 глава 25 стих Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них 23 тема Не могу прощать Галатам 5.14 Ибо весь закон в одном слове заключается Люби ближнего твоего, как самого себя Матфея 6 глава 12 стих И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим Матфея 6 глава 15 стих А если не будете прощать людям согрешения их То и Отец ваш не простит вам согрешения ваши 24 тема Если бы все верили, то и я бы верил Священное Писание осуждает жизнь за компанию Куда все, туда и я Перед Богом все будут на суде Божьем отвечать индивидуально 2 Коринфянам 5 глава 10 стих Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое Евангелие от Иоанна 21 глава 22 стих И Иисус говорит ему Триточие Что тебе до того? Ты иди за мной Люди, которые привыкли жить не думая А куда течет общая мутная река жизни Туда и они согласны подать свой голос Это тип колхозного стадного марксиста-ленинца Сегодня они со свечками в храмах Завтра же готовы кричать Хайль товарищ Антихрист Разве можно иметь уважение к такой жизни Мусорной щепки в бурном потоке воды? Римлянам 14 глава 12 стих Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу Херахва 16.3 Лучше один праведник, нежели тысячи грешников Матфея 25 глава 22, 24 стих Подошел также и получивший два таланта и сказал Господин, два таланта ты дал мне Вот другие два таланта, я приобрел на них Подошел и получивший один талант и сказал Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий Жнешь, где не сеял И собираешь, где не рассыпал На этом наше чтение закончилось Всем, всех благодарю Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и присно и во веки веков Аминь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok